17 человек умерли в Оренбургской области после употребления контрафактного алкоголя. 16 человек находятся в больницах, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии. Врачи проводят экстренное лечение. Утром в пятницу пресс-служба губернатора Оренбургской области в своем телеграм-канале сообщала о 14 умерших. Накануне вечером СМИ писали об 11 погибших. Факты отравлений зафиксированы в трех районах области. В Янинском, Домбаровском и Адамовском погибшим было от 36 до 73 лет. Медики собирают списки всех, кто накануне мог употреблять алкоголь вместе с погибшими или отдельно, чтобы доставить их в лечебные учреждения и провести антидотную терапию. Губернатор региона Денис Паслер в пятницу работает на востоке региона. Обращаюсь ко всем жителям региона, воздержитесь от покупки алкоголя. Сейчас проводятся массовые проверки точек продаж, чтобы выявить контрафакт. И до результатов проверок употребление алкоголя опасно для жизни, призвал граждан глава региона. Местные СМИ сообщают, что среди погибших несколько семейных пар. Источники говорят, что случаи отравления не были следствием проведения одного массового мероприятия. Люди пили алкоголь небольшими компаниями в разных районах. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство и сбыт товаров», не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Прокуратура Оренбуржье взяла под контроль расследование уголовных дел по факту смерти жителей. Задержание предполагаемых виновников к утру 8 октября задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя в Оренбуржье. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, задержан 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Кроме того, задержаны 60-летний житель села Акжарская Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночебанский Домбаровского района, продавшие спиртосодержащую продукцию потерпевшим. В суд подано ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи обнаружили на территории торгово-закупочной базы в городе Орский склад, откуда осуществлялся сбыт партий суррогатного алкоголя. В рамках обыска с территории склада изъята спиртосодержащая продукция, разлетая в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук, не имеющие необходимой маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, говорится в сообщении. Также на территории Орска обнаружен пункт производства и разлива и хранения контрафакта, где изъяты более 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, хранения, разлива и последующей упаковки спиртосодержащей продукции в крупных объемах. В настоящее время возбуждено 5 уголовных дел по части 3 статьи 238 УК РФ производства и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц, п. о части 6 статьи 171.1 УК РФ производства, приобретения, хранения, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, часть 1 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производства и обороты тилового спирта, алкогольные спиртосодержащие продукции, совершенные в крупном размере». Перечисленные уголовные дела соединены в одно производство.